Привет! Думаю, многие из вас помнят тренд на Pinterest Girl и на That Girl, и, как по мне, иногда он расценивается немного неправильно. По мне, так это не просто про идеальную жизнь, а про идеальную версию себя. Сегодня я покажу мой реальный день, когда я не ленюсь и стараюсь выполнить все дела, которые я запланировала. Поэтому, если вы также хотите замотивироваться, стать лучшей версией себя, то обязательно оставайтесь со мной. Всем привет, ребята! Меня зовут Саша, и сегодня, наверное, я снимаю одну из для многих любимую рубрику на моем канале. Это живой день, как Pinterest, That Girl, и вообще такие видео, мне кажется, можно уже делать такой постоянной рубрикой на моем канале, потому что это уже третье или второе видео, наверное, третье, которое я снимаю, поэтому надеюсь, что вам понравится. И вначале, конечно, я дала определение, как я понимаю сама это. На самом деле, даже когда я начинаю снимать эти видео, я понимаю, что автоматически я выполню больше дел за день, потому что... не потому что я хочу показаться другим человеком, а потому что просто это дает мне какой-то заряд, энергию. Поэтому, если вам интересно, обязательно оставайтесь со мной. Я, кстати, начинаю снимать это видео не с утра, потому что идея снять его пришла мне внезапно, так что я покажу, скорее всего, два дня из моей жизни. Погнали! Сейчас у нас 4 часа дня, и на самом деле время прошло очень незаметно, я сама сейчас в шоке. И пока я болтаю, я буду начинать делать свой макияж. На самом деле, куда-то прям идти сегодня я не планирую, потому что сейчас у меня в университете практика. Я на нее, кстати, не хожу, не потому что я не хочу, а потому что она у нас онлайн. Но, тем не менее, мне нужно писать программу, я хочу как можно быстрее ее написать и забыть, потому что все равно есть какие-то свои дела, и не хочется это растягивать. Тем более, вчера я села ее делать и продвинулась ровно вот на столько процентов, потому что у меня все пошло по одному месту. А сегодня, вроде бы как, главное не сглазить, как говорится. У меня все начало получаться, поэтому я этому очень рада. Еще, конечно, мне нужно погулять с собакой, убраться в комнате, наснимать контент, возможно, что-то смонтировать. Вот, и все это сделать до конца дня. Я, кстати, вчера очень сильно ощутила на то, как ранние подъемы действительно меняют жизнь, потому что вчера я проснулась в 7 часов утра, и уже в 8 часов утра я была на прогулке, такой, знаете, достаточно активной. В общем, суть моего рассказа такова, мне нравится вставать раньше, потому что тогда я успеваю делать больше. Сегодня я встала всего лишь на час позже, и, как мне кажется, успела сделать гораздо меньше всех дел. Плюс в последнее время у нас очень пасмурная погода, каждый день дождь, гроза, и я такое на самом деле не люблю. Если это, знаете, раз там в месяц, то меня это устраивает, мне даже нравится. Но когда это повторяется каждый день, ну, немножко не мое. Поэтому сейчас я быстро сделаю такой освежающий макияж. Девочки, пожалуйста, скажите, что я такая не одна, что бывает настроение, когда смотришь на себя, и кажется, как бы все хорошо, даже макияж не нужен, и ты нравишься себе без макияжа. Бывают такие дни, которые просто взглянешь на себя, и кажется, что вообще все очень-очень плохо, и, тем не менее, это один и тот же человек, и это очень странно. Вообще, я хочу себе купить такой, знаете, ободок, мне кажется, гораздо удобнее для макияжа, но пока что я как бы и не нашла, и не искала подходящего, но мне кажется, тоже прикольная такая штука. Смотрите, какая красота у меня тут стоит. Это цветочки с нашей дачи. Мне очень нравится также эта ваза. Очень красиво они стоят, радует меня, не поверите, они стоят уже практически неделю, и выглядят так свежо. Вот что значит свои натуральные цветы. Вот эти вообще очень хорошо выглядят. Ребят, мне интересно, вы пьете воду с лимоном или нет, потому что я почему-то об этом вспоминаю преимущественно летом. Когда мне хочется чего-то холодненького, сейчас, конечно, нет, потому что и так у нас на улице 15 градусов, но сегодня я вспомнила о том, что у меня есть лимон, я его купила, поэтому я нарезала его, это на самом деле очень вкусно. Воды с лимоном есть множество полезных свойств для организма, здесь я вставлю, и на самом деле это просто вкусно по вкусу. Вы знаете, я вытерла пыль в своей комнате, и она прям расцвела, ей прям хорошо стало. На самом деле нет, это солнце, но очень красиво сейчас падают лучи в мою комнату, мне нравится, когда именно так. Хотя сегодня с утра вот опять же-таки была такая безумно пасмурная погода, но сейчас всё изменилось. Сейчас я немного веду вас в курс дела, и расскажу, почему сегодня 27 июня, а я учусь и что-то делаю, и тем более не по своей воле. Кстати, я начала тут недавно изучать новый язык, я об этом уже рассказала в прошлом видео, и на этой неделе уже занималась один раз, и надо бы позаниматься ещё раз, возможно, в этом видео, но, наверное, не сегодня. Может быть, после прогулки, и то, если я отправлю сегодня задание, не рассказываю, что я делаю. Кто не знает, я учусь на программиста, и уже заканчиваю второй курс. Можно сказать, уже закончила, только вот осталась практика, и практика у нас каждый год, и у нас в этом году тоже учебная практика. Когда нам дают какое-то объёмное задание, например, в этот раз нам нужно разработать проложение. Если сказать честно, это не совсем проложение, и такое не совсем применяют в жизни, как я поняла, по крайней мере, ну, это не проложение на Android, не проложение на iOS, это WinForms. Кто знает, тот знает, и нужно разработать прям очень такую полноценную структуру с множеством функций. И была не была, но WinForms — это очень такая логучая штука, точнее, не WinForms, а Visual Studio. У меня уже с ней очень много проблем было, и иногда из-за незнания просто этой системы даже там буквально всё по одному клику решается. Но ты неопытный в этой программе, поэтому у меня и у моих знакомых уходит на это очень много времени, и мы уже намучились, честно, с этой практикой. Вот, нам дали на неё срок в месяц. Каждую неделю у нас, типа, две встречи, два созвона, но в этот раз у нас практика заочная, то есть мы сидим дома, это ни с чем не связано, это просто, ну, такой формат практики. В прошлом году то же самое было, только мы приходили в университет, и вот эти консультации, они были вживую. Но, честно скажу, толку от них больше не было, чем от этих. Вот, просто так же отправляли задания, делали, и в конце у нас выходит полноценный проект параллельно с самим написанием приложения на ноутбуке. Мы заполняем, как это называется, я не знаю, отчёт, там 35 страниц, потом его печатаем, и также подписываем, сдаём, также защищаем эту работу. Ну, здесь я не вижу ничего сложного, тем более, знаете, насколько я уже не то чтобы устала, но просто учебный год у меня уже как будто длится бесконечно, и мне уже, честно, без разницы, что делать, лишь бы, ну, просто сделать, сдать и дальше уйти на заслуженный отдых. Вообще, честно скажу, мне всё равно оформление, всё равно, как это выглядит, потому что мне хочется сдать работу, и там не требуют от вас каких-то навыков графического дизайна, главное, чтобы работало. Вот у меня главная моя заставка, я, может быть, поменяю, просто ставила картинку. Нажимаем такую вкладочку «О программе», и здесь вот вылазит такое описание, которое я сделала, это, понимаете, всё делается отдельно, всё вручную, все эти окна, переходы, нажимаем «Справочник», и здесь у меня вылазит такая вот табличка, я ещё здесь ничего не доделала, здесь ещё должны быть надписи сверху, и сверху, как видите, есть три кнопки, которые у меня пока что не рабочие, мне нужно все их функционально прописать, чтобы они все, например, добавляли, удаляли фразы, редактировали. Но пока что у меня проблема в том, что у меня, как видите, табличка, она улетает вправо, и мне нужно сейчас это решить. И, кстати, смотрите, здесь у меня ещё фруктики, обожаю лето за сезон фруктов. Я, честно, ими пытаюсь 24 на 7, здесь у нас нектарин, я их просто обожаю, на самом деле, это мой, наверное, самый любимый фрукт, я не знаю, в последнее время я вот просто полюбила их, черешня, ну и, как вы видели, с водой, с лимоном, поэтому сейчас время уже 5 часов. Теодор у нас гуляет активно, ему, конечно, нравится лето, он у нас такой больше по теплоте, он не любит, когда дождь, не любит, когда снег. Ну и что, ребята, мы вышли на вечернюю прогулку с Теодором, вы могли слышать его сейчас на заднем плане. Но погода, кстати, распогодилась, к вечеру стало гораздо теплее, хотя я и в жилетке, вы бы знали то самое чувство, знаете, когда выгляну на улицу, там все, в чём попало, это сегодня прям, потому что кто-то в футболке и в шортах, кто-то, как я, в куртке, но я в жилетке. Мне сказали, зачем я надела жилетку, но, знаете, лучше теплее одеться, чем легче. Просто мне кажется, в футболке сегодня было бы холодновато. До заката ещё долго, поэтому сегодня вам не покажу, но классно, когда гуляешь весной, и можно встретить закат на прогулке. А это прелестные цветы, которые растут у меня дома. Их высадила моя мама, она просила их показать в моём видео, поэтому показываю. Всё очень красиво. Ставим лайк. Была минутка вспоминания английского после второго языка. На самом деле, я реально долго, наверное, откладывала изучение второго языка по причине того, что я думала, что... Ну, я не скажу, что прям это была причина и так далее, наверное, просто руки не доходили, честно говоря. Но я думала, что буду иногда путать какие-то слова и так далее, какое-то произношение. В общем, как я и сказала, мне сейчас нужно доделать отчёт. Я хочу его прислать, потому что я завтра не хочу на это тратить время. Плюс мне уже будет монтировать видео, и мне вот никак неудобно будет. Тем более, там есть дедлайн, до которого его нужно отправить, то есть до 12 часов дня, поэтому... А почему мышка не работает? Поэтому я хочу, как порядочный ученик, всё сделать преждевременно и всё отправить. Правда, знаете, в чём большая проблема этого проекта? В том, что, например, вот первое задание, которое мне сейчас нужно отправить, там как бы до этого нулевое было. С одной стороны, у нас ещё есть буквально чуть меньше месяца для того, чтобы сделать это приложение. С другой стороны, судя по заданию, я уже должна к этому времени написать всё приложение и просто уже делать отчёт. Вам не кажется это странным, если нам задание выдали позавчера? Ну, то есть, в чём смысл всей этой работы, если я уже на начальном этапе должна знать вообще всю структуру приложения, все штуки, которые у меня там внутри будут, если я их даже сейчас не написала. То есть, ну, понятно, что они когда-то будут, но прямо сейчас я не могу точно отвечать, какие у меня будут названия, какие все функции, как я это сделаю, как я это реализую, потому что я их реализую, когда я их реализую. Пока что они не реализованы. До сегодня я, кстати, сделала всё, что я планировала по приложению, и завтра я буду уже доделывать... Может, не завтра, может, послезавтра. Остальные функции... Мои мысли были такими. Ну, сейчас сяду, доделаю этот счёт, посмотрю сериальчик, пораскрашиваю картину. В общем, просто буду наслаждаться этим вечером, но не тут-то было. У меня получилось так, что у меня не было написано несколько вещей, я их реализовала по-другому, а в проекте их надо было реализовать другим путём, и мне пришлось всё переделывать, и в итоге я очень долго просидела с этим проектом. Субтитры сделал DimaTorzok Всем доброе утро, ребята! Сегодня уже следующий день, пятница, и знаете, что сегодня случилось? Угу. Сейчас время не 7, не 8, и даже не 9 утра, уже сейчас 10 утра, и я проспала. Я проспала вообще впервые, мне кажется, за свою жизнь. У меня такое бывает, просто случай один на миллион, но сегодня так случилось. Я вчера до пол первого ночи, как вы могли заметить, делала проект, и, видимо, из-за этого, я не знаю, из-за того, что накупилась усталость, я просто проигнорировала все признаки пробуждения и решила спать, вот. Но на самом деле я выспала, с одной стороны, не знаю, я такое не очень люблю, но тем не менее, что есть, то есть, с этим будем работать. У меня осталось 2 часа до дедлайна, когда мне нужно отправить проект. Я вчера всё доделала, мне осталось только сделать схему в Орде, немного посмотреть, что я там вообще сделала, потому что я могла вечером уже не на свежую голову что угодно туда налепить, и не помнить, что там было, что может быть что-то не так, поэтому сейчас мы с вами этим займёмся. Но лето, конечно, с жёсткими переменами, то у нас неделю прям безвылазная жара 40 градусов, то у нас резко 20 градусов, как бы я не понимаю такого, но ладно. В общем, да, садимся за дело, потому что я не хочу отправлять позже дедлайна, и вообще хочу с этим закончить, потому что потом у меня ещё есть дела. И на этом мое видео уже подходит к концу, к сожалению, я не сделала прям на 100% все свои дела из списка, так как на самом деле проект у меня отнял много времени, но всё равно я считаю, что это видео получилось очень хорошим, я надеюсь, что оно вам понравилось, мне будет приятно, если вы поставите лайк и подпишитесь на мой канал. Всем спасибо и всем пока!